Спасибо большое, ребята, с вами было очень хорошо, вы невероятно крутые, спасибо вам, у меня все. Да, пожалуйста, у вас как вас зовут, девушка? Меня зовут Алина, у меня вопрос и просьба. У меня вчера был день рождения, хочу, чтобы ты мне поздравлялась. Поздравляю, Алина, с днем рождения, счастья, здоровья. И все у тебя получается. А вопрос в чем состоит? Ты купила квартиру в Москве, а то сделала и получила. Получить ее? Я в ней жил. Я в ней жил год. А как вы думаете, вообще белорусы дурачки самые, да? Пожалуйста, ваши деньги, да, ключи. А это потом. А когда потом? Это всегда так, Вячеслав, это нормальная практика, позже. Хорошо. Алло, мам, я купил квартиру. О, так ты больше не снимаешь? Нет, я снимаю. Так у всех. Да, пожалуйста, Настя, задавайте вопрос. Хотел спросить, часто ли тебя узнают в Стамбуле? И когда такое случается, отличаются ли эти случаи как-то от узнаваний в России? Да, очень сильно отличаются, потому что меня узнают мало, но в основном меня узнают турки через то, что меня узнают русскоговорящие ребята. И как бы, вот как происходит, я, например, сижу в кафе, ко мне подходит кто-то сфоткаться, я фоткаюсь, потом ко мне подходит еще кто-то сфоткаться, я фоткаюсь, а потом ко мне подходят официанты такие, мы принесли вам турецкий чай, мы хотим вам подарить вот сладости, и потом, а вы кто-то, да, вот там. Можно фото, это кто-то там, да, да, почему-то это так сильно важно в Турции. Да, как вас зовут, молодой человек? Игорь. Игорь, пожалуйста. Ты говоришь, что ты пытаешься понять турцию или принять, я так и не понял. Ты принял или понял таксистов здесь? Если да, то... Я ничего не жду, абсолютно. Я жду худшего. И когда не происходит худшее, я такой, среднее. Ну, знаете, типа ты просто супер худшего ждешь, что вот он сейчас просто, ну, я не знаю, снимет трусы, начнет тебя душить, и ты такой... У меня был момент, я клянусь девушкой, мы собрались в ресторан, мы там как-то красиво оделись, мы едем в ресторан, и мы вызвали такси, приезжает такси, и открывает, там земля лежит. Просто земля. А ехать надо, и ты понимаешь, что таксисты, они же часто сбрасывают еще, пока они едут. И ты думаешь, если я сейчас, типа, с ним не поеду, это минут 15-20 опять. И мы вот так вот стряхнули землю просто рукой. Сели, и назад, когда мы из ресторана вызвали такси, я открываю, там нет земли. Я говорю, нет земли, говорю, смотри, никакой земли, говорю, нет. Так хорошо стало, я такой довольный ехал. Я такой, блядь, никакой земли нету. Нет, запиши себе в приложение турецким имидимом, и ты увидишь, как все изменится. Серьезно? И ты совсем по-другому подъезжаешь. Типа я Мехмед, и все? Я Мехмед, но ни слова вообще. Я Мехмед на все тамам. Вот такая у меня тема. Тамам, тамам, все. Серьезно, из меня турок просто. Поехали ко мне в Кемер. Я Мехмед Комиссаренко. Бог ты мой. Да, как зовут, молочок? Меня зовут Илья, я из Беларуси. Так. В продолжение прошлой темы, слава, ты слышал, что в Беларуси создали комиссию по возвращению беглых. Да, 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 я знаю это. Когда поедем проситься на границу. Я не думаю, что меня можно простить уже. Я думаю, я уже такой человек, знаете, о котором все выводы сделаны, знаете. Я не знаю, скажу, Александр Егорьевич, простите, вы никакой не чик-чирык. Нет, уже все. Знаешь, уже просто, мне уже просто безразлично. Уже вот просто наплевать. Да, да вот там. Как вас зовут? Абдулла. Абдулла. Я вас знаю, вы уже были, да, Абдулла? Я вернулся по Абдуллу. Вы вернулись. Пожалуйста, Абдулла, ваш вопрос. Я сейчас со мной. Я хотел спросить следующее. Если у Лукашенко в какой-нибудь из следующих выступлений скажет, что я объявляю славу своим преемникам, что ты будешь делать? Вообще, можете себе представить цепочку событий, которая может к этому привести? Просто, чтобы он такой... Так, похоже, пародирует. Лена. Так. У меня такой вопрос. Если бы у вас была возможность в будущее не взять что-то, что есть сегодня? Ну, например, какие-то профессии. Двух людей. Два друга есть. Вот этих двух людей предлагаю не брать во все будущее наше. Возможно, и наше будущее станет получше. Ну, может быть, какие-то профессии или какие-то... Конкретно надо профессии сказать, я понял. Конкретно учителей ОБЖ мы не будем брать в будущее, потому что, очевидно, они не справляются с этим всем. Отлично. Спасибо вам большое. Слава, ну что ты готов ради картошки? Вы думаете, у меня такое затруднительное материальное положение, что я могу достать картошку, то есть только через что-то? Мне за концерты платят. Я могу картошкой вас всех накормить. Не, ну я имею в виду белорусские корни. Вот это любовь к картошке. Да, а я и не понял. Я как-то подумал бы как-то о другом, о чем-то. А вы откуда? Я сама из Казахстана, но живу в Москве. А коня любите есть? Вы не выбрали картошку сразу? Да, пожалуйста. Как вас зовут? Меня зовут Наталья. Наталья. Я живу с июля, и такая самая была неприятность, и ты таксисты. Да? Никогда не слышал о таком. Тут котов, слава богу. Предостаточно. Под любой хвост можно. Мы с предложением, они не приезжали. Я стояла на дороге, как в Казахстане, господи, часами. Короче, куда-то добраться, это была проблема. Вот у меня такой вопрос. Я когда смотрела, господи, есть еще человек, которому, оказывается, так не везется такси. Я пойду на его концерт. Я рад, что я чем-то вас зацепил. Я подумала, что ради себя и ради вас я нашла сейчас такое шикарное приложение. Опа! Авиасейлс, извините, у нас тут новая рекламная интеграция. Авиасейлс, поиск дешевых авиабилетов. Я делал все, что мог, так? Авиасейлс. Вопрос, как я с такси наконец-то... А вы не будете рассказывать какое-то приложение? Так я решила, и оно блестящее. Но чтоб я хоть кому-то в этом городе свое приложение не испорченное, хоть намекнуло. А вы нашли, Вячеслав, такое приложение? Думаю, вряд ли. У него одно скачивание в Apple Store. Мое. Там я и все таксисты. Ноль конкуренции. Я пять лир ставлю, они все приезжают вообще. Я всех отменяю и открываю дверь, насыпаю земли. Езжайте. Если до сих пор вы ездите в семье, я к вами поделюсь, я вам скину в Инстаграм. Спасибо большое. Главное, чтобы вот эти, вот это, мои зрители, любимые, не узнали, да? Да, блин, такси ужасно. А меня, наверное, больше всего напрягало вот это вот переписываться. Понимаете, особенно в Uber постоянно переписываешь, только вызываешь сразу. Привет, куда идешь? Сразу же тебе приходит. Эта переписка, они через этот транслейтор переводят. И я постоянно с нею переписываюсь, постоянно просто. Куда идешь, а что, а ты едешь, и ты с нею... Я, блядь, с девушками столько в жизни не переписывался. Я таксисту спокойной ночи желаю, говорю, как доехал, напиши мне. Я просто на связи там вообще с покиноки, вот это все. Да, пожалуйста. Можно, да? Да. Вы были в Турунче когда-нибудь? Я был в Турунче много раз. Вы разбили сердце. Кому? Другу. Это что происходит? Там какой-то этот... Гей комьюнити турецкая. Итак, ситуация. Кто не был в Турунче, он очень маленький, и там буквально супермаленький пляж. Реально, человек на 20. И он почти пустой, и друг видит вас, и просто решил, как верный фанат, поздороваться. Вы посмотрели, не поздоровались. Он еще раз, вы опять не поздоровались. Он потом в Директ написал, и вы опять не поздоровались. Он сказал, типа, если пойдешь, передай привет. Вам привет. Я не буду здороваться. Следующий вопрос. Передайте другу большой привет. Извините, если я вышел из моря и с кем-то не поздоровался. Просто не представляете, в какой момент, какое количество людей к тебе подходит. И самое капец, что люди, которые с тобой заговаривают, они же, ну, типа, гораздо адекватнее, если человек подходит и говорит, здравствуйте, я вас узнал. Вы хотя бы понимаете, что происходит. Если просто подходит человек и говорит, привет. И ты не понимаешь, он тебя узнал, или он тебя знает, и ты его должен сам вспомнить. И тебе это вообще в целом взрывает мозг. Я в этом Турунче плавал, за мной мужик плавал три дня. Просто плавал такой, типа, а я сюда и хотел. Я туда плыву, он за мной плывет. На третий день такой, да. Ну и дела. А, вот так подходит мне, говорит. Да, молодой человек, вы очень серьезный. Как вы зовут? Ярослав. Почти идеальное имя. Ага. Вы считаете, что это все еще попытка? Вы сидите и так... Размыто как-то все это. Этот скользкий белорус скачет и скачет. Как сфокусироваться на нем? Так, 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 так. Я жил в России, учусь в Англии, но увидел вас в Турции, где я на неделю буквально. Вы здесь на неделю? А по какой причине вы прилетели? Отдыхать. Вы живете в Лондоне? И такой, скорее бы отпуск. Поеду в Стамбул. Прокачусь на такси. Куплю что-нибудь не за ту цену. И как вам Стамбул? Мне понравилось. Тут очень... Давайте меняться. Не хотите поменяться? Я вам и комет, вы мне в НЖ в Великобритании. Вы Ярослав, я Вячеслав. Уже начало какое-то есть в целом, да? Да, вот вы. Как вас зовут? Валерия. Валерия. Ты достаточно давно живешь в Турции. Так. Пробовал ли ты уже... На своей, да? Что? Есть лукумпа на курке. Есть лукумпа на курке? Да. Это на какой месяц в Турции происходит с людьми? И первый месяц — это эйфория. Ты такой, мне все нравится. Второй месяц — ты такой, ну тут свои трудности, медицина, банковская карта. Четвертый месяц — ты накуриваешься, такой, где лукум, блядь? Где мой лукум? Ахалай, махалай, я не знаю. А вы пробовали лукумпа на курке? Да, мы каждый раз едим. А что сложнее даже достать здесь, покурить или лукум? Одинаково легко. Я, кстати, не курил здесь ни разу. Я вообще уже полтора года не курю. Сейчас я боюсь, что я накурю и все осознаю. Мне точно этого не хочется. Знаете, я покурю и такой, блядь, я в этом живу. Мы купили в местное гетто и к первому чернокожему подошли и сразу спросили, если у него покурить, он нас отвез. Он нас отвез на притон и я ему говорю, смотри, хуйни мне, не натвори. Подруга взяла его на прицел, говорит, дернешься, я вышибу мозги твоей бабки, блядь, и она никогда не вычислит никого в СПА. Офигеть, вы смелая девушка. Так, и вы поехали на притон брать наркоту? У нас была какая-то стрельба, он нам сказал, не обращаться. Он сказал, не обращаться. Очень легко вы говорите. А как лукум, блядь, вы покупали? Офигеть, чем вы занимаетесь, девушка? Я ничем, я бывшая стрельтизёша. Офигеть. А почему вы завязали? У меня молодой человек появился. А, а он на работе с вами познакомился? Да. А какое у вас было сценическое имя? Аркана. Аркана? Да. И он после работы на чёрном входе такой, где Аркана, я её люблю. Вот, бери лукуммы. Пожалуйста, ребята, ещё, если есть у кого-то вопросы, поднимайте руку. Да, вот там, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Кристина. Здравствуйте, Кристина. Я была у вас на стендапе месяц назад. Так. Я задал вам вопрос, что вы будете делать, если исчезнет стендап? Так вот, меня интересует, что вы будете делать, если исчезнут в белой футболке с пальмами? А я был тогда в белой футболке с пальмой? Да, вы всё время в белой футболке. Смешно, что и материал наверняка повторялся с тем концертом, но нет проблем с этим. Вот это футболка твоя. Мне не надо, чтобы на афише был написан новый материал. Мне надо новая футболка. Слава Комиссаренко в вашем городе, в новых футболках. На разогреве парень, вообще во всём новом, и штаны будут новые. Такие, ну надо идти, да. Вы ставите под сомнение мою опрятность, другими словами, да? Так это всё... Я просто думаю, возможно, полтора года назад у вас начались отношения, и у вас определённый был секс. И смотрите, пожалуйста. Извините, что вы имеете в виду? Полтора года вы ходите в этой футболке. Возможно, вы считаете, что вы привлекательна в ней выглядела. То есть вы считаете, что мне кто-то дал в этой футболке? Я такой, блядь... Ну держитесь. Выхожу на центральную площадь и такой... Что им ещё надо? А вы сказали, возможно, вы считаете, что вы в ней сексуально привлекательны. То есть это не так? Слава, всё хорошо, ты красивый. Положи микрофон и пододвинь его ко мне ногой. Ребята, спасибо вам огромное, что вы пришли. Спасибо за ваши вопросы. Спасибо за этот вечер. Пока. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»